стрельцы испугались и сказали боярам спросим царицу если она скажет что это прямой ее сын то мы все за него помрем если же скажет что он не сын ей то бог в нем волен бояре согласились в ожидании ответа от марфы заговорщики не хотели остаться в покое и с ругательством и побоями спрашивали лжедимитрия кто ты кто твой отец откуда ты родом он отвечал вы все знаете что я царь ваш сын ивана васильевича спросите обо мне мать мою или выведите меня на лобное место и дайте объясниться тут явился князь иван васильевич голицын и сказал что он был у царицы марфы спрашивал она говорит что сын ее убит в угличе а это самозванец эти слова повестили народу с прибавкою что сам димитрий винится в своем самозванстве и что ноги подтверждают показания марфы тогда отовсюду раздались крики бей его руби его выскочил из толпы сын боярский григорий валуев и выстрелил в димитрия сказавши что толковать с еретиком вот я благословлю польского свистуна другие дорубили несчастного и бросили труп его с крыльца на тело басманова говоря ты любил его живого не расставайся и с мертвым тогда чернь овладела трупами и обнажив их потащила через спаские ворота на красную площадь поравнявшись с вознесенским монастырем толпа остановилась и спрашивала у марфы твой ли это сын та отвечала вы бы спрашивали меня об этом когда он был еще жив теперь он уже разумеется не мой на красной площади выставлены были оба трупа продолжение трех дней лжедимитрий лежал на столе в маске с дудкою и волынкою басманов на скамье у его ног потом басманова погребли у церкви николы мокрого а самозванца в убогом доме за серпуховскими воротами но пошли разные слухи говорили что сильные морозы стоят благодаря волшебству растриги что над его могилой деются чудеса тогда труп его вырыли сожгли на котлах и смешав пепел с порохом выстрелили им из пушки в ту сторону откуда пришел он в то время как одни толпы народа ругались над обезображенным трупом того кто незадолго величался красным солнцем россии другие разделывались с ненавистными гостями прежде всего были побиты польские музыканты найденные во дворце потом бросились к домам занятым их единоземцами мужчин били женщину водили к себе но воевода синдомирский сын его и князь вишневецкий отражали силу силой до тех пор пока им на помощь не подоспели бояре которые имея только ввиду разделаться самозванцем вовсе не хотели заводить войну с польшу бесполезным убийством ее панов послов польских не тронули бояре послали сказать лесницкому и гонсевскому что им как послам опасаться нечего и своей стороны послы и люди их не должны мешаться с другими поляками которые приехали свои воду синдомирским надежде завладеть москвою и наделали много зла русским гонсевский отвечал вы сами признали димитрия царевичем сами посадили его на престол теперь же узнав как говорите о самозванстве его убили нам нет до этого никакого дела и мы совершенно спокойны насчет нашей безопасности потому что они только в христианских государствах но и в бусурманских послы неприкосновенные что же касается до остальных поляков то они приехали не на войну не для того чтобы овладеть москвою но на свадьбу по приглашению вашего государя если кто-нибудь из их людей обидел кого-нибудь из ваших то на это есть суд просим бояр не допускать до пролития крови подданных королевских потому что если станут бить их пред нашими глазами то не только люди наши но и мы сами не будем равнодушно смотреть на это и согласимся лучше все вместе погибнуть о следствиях же предоставим судить самим боярам для охранения послов было поставлено около дома их 500 стрельцов за час до полудня прекратилась резня продолжавшиеся семь часов по одним известием поляков было убито 1200 или 1300 человек а русских 400 по другим одних поляков 2135 человек иные же полагают 1500 поляков и 2000 русских несмотря на то что восстание было возбуждено во имя веры православной во имя земли русской гибнувших от друга еретиков и ляхов в народе не могло не быть сознания что совершено дело нечистое или по крайней мере нечистым образом при гибели году новых народ был спокоен он был уверен что новый царь есть истины сын иоанна четвертого и в истреблении борисова семейства видел казнь совершенную законным царем над своими изменниками но теперь не было этой всеобщей уверенности многие были за лжи димитрия многие взяли оружие при известии что поляки бьют царя прибежали в кремль спасать любимого государя от рук врагов ненавистных и видят труп его обезображены и поруганы не поляками а русскими слышат что убитый царь был обманщик но слышат это от таких людей которые за минуту перед тем обманули их призвав вовсе не на то дело какое хотели совершить обманом не бывают довольны его не забывают как самую жестокую обиду и кто же был обманут кто был недоволен масса людей умеренных спокойных самая могущественная часть народа населения которая дает прочный успех всякому делу согласие немногих людей отважных скоб заговор может дать мгновенный успех делу но прочность его зависит от да или нет умеренной спокойной массы народа населения вот почему 17 мая 1606 года в москве не было ознаменовано тем одушевленным ликованием какое обыкновенно бывает по совершении общего дела некоторые радовались гибели друга еретиков но не смели для принесения благодарности богу созвать в храмы толпы людей хмельных от вина и крови недолго раздавались по улицам клики заговорщиков недолго слышалось хвостовство их легкую победою этим кликом не было отзыва рассказом о кровавых подвигах не было сочувствия и москва скоро успокоилась ночью царствовала глубокая тишина смущенное орабевшее общество притаилась гнетомая тяжелую думаю о прошедшем и будущем были однако люди которые осмелились забыть прошедшие для чистолюбивых замыслов о будущем которые осмеливались думать что и другие также забудут прошедшие мы видели что бояре составляя заговор против лжедимитрия уже думали о том как поступать когда один из них сделается царем виднее всех бояр московских по уму энергии знатности рода умению сохранять родовые предания быть им верными были два князя василий шуйский и василий голицын они-то и были главами заговора они-то и должны были думать о том как бы прежде других воспользоваться его успехом оба князя имели сильные стороны но мог ли голицын успешно бороться с шуйским рот шуйских давно уже гораздо больше выдавался вперед чем рот голицыных ибо опыт рекеевых уже забыли сам шуйский гораздо больше выдавался вперед чем голицын особенно в последнее время он первый поднялся против самозванца был страдальцем за правду для тех которые были убеждены в самозванстве бывшего царя он был на первом месте в заговоре в его доме собирались заговорщики его речам его увещанием внимали за ним шли в кремль губить злого еретика для людей совершивших дело убийства лжедимитриева кто мог быть лучшим царем как не вождь их в этом деле но это дело было чисто московское и далеко не все москвичи его одобряли а что скажут советные люди выборные из городов по всей россии годунов при избрании своем имел все причины требовать созвания выборных изо всех городов российского царства он долгое время был хорошим правителем и это знала вся земля дурное о годунове было преимущественно известно в москве хорошее в областях при том за годунова был патриарх долженствовавший иметь самое сильное влияние на выборных в другом положении находился шуйский его хорошо знали только в москве но мало знали в областях так что для советных людей присланных из галича или вологды шуйский был известен не более чем голицын или воротынский патриарха не было ибо игнатия как потаковника лже димитриева тотчас же свергнули и потому советные люди могли легко подчиниться влиянию людей не хотевших шуйского людей не одобрявших его последнего самого видного поступка вот почему шуйскому опасно было дожидаться выборных из городов по убиении растриги говорит летописец бояре начали думать как бы согласиться со всею землею чтобы приехали из городов москву всякие люди чтобы выбрать по совету государя такого который бы всем был люб но богу не угодно было нас помиловать по грехам нашим чтобы не унялась кровь христианская немногие люди по совету князя василия шуйского умыслили выбрать его в цари девятнадцатого мая в шесть часов утра купцы разносчики ремесленники толпились на красной площади точно так же как и 17 числа бояре чины придворные духовенства вышли также на площадь и предложили избрать патриарха который должен был стоять во главе временного правления и разослать грамоты для созвания советных людей из городов но понятно как страшно было шуйскому избрание патриарха если бы избрали человека к нему равнодушного а может быть даже и не расположенного на предложение бояр в толпе закричали что царь нужнее патриарха а царем должен быть князь василий иван шуйский этому провозглашению толпы только что ознаменовавший свою силу истреблением же димитрия никто не осмелился противодействовать и шуйский был не скажем избран но выкрикнут царем он сделался царем точно так же следовательно как был свергнут погублен лжедимитрий скопом заговором не только без согласия всей земли но даже без согласия всех жителей москвы умеренная спокойная охранительная масса народа населения не была довольна в обоих случаях не сказала своего да гибельное предзнаменование для нового царя потому что когда усердие клевретов его охладеет то кто поддержит его таким образом на московском престоле явился царь партии но партия противная существовала озлобленная неудачью она не теряла надежд к ней присоединились то есть объявили себя против шуйского все те которым были выгодны перемены и всякая перемена могла оказаться теперь законною ибо настоящего установленного освещенного ничего не было масса людей умеренных охранительных молчала потому что не питала сочувствия ни к одному явлению ни к новому порядку вещей ни к движениям против него направленным произволу людей беспокойных открывалось свободное поприще и представители общества люди не разрознившие своих интересов с его интересами должны были сносить все буйство этого произвола не имея на что опереться во имя чего ратовать не имея сочувствия к человеку который провозгласил себя главою государства а Продолжение следует...